Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу еще об одной очень важной подкормке для замиокулькаса и вообще растений, который набирает корневую систему, клубневую систему для тех, кто цветет. То есть цветущие растения, например, пеларгония, адениумы и другие цветы, которые набирают именно цветоносы. Итак, подкормка будет натуральная, органическая, и поэтому ее необходимо вносить правильно. Чем помогает эта подкормка? Смотрите, она помогает нарастить новые листья у замиокулькаса. Все вы, наверное, знаете, что проблема именно у замиокулькаса в том, что он плохо выпускает листики. Если у вас такая же проблема, вы должны пробовать стимулировать его рост, так как растения у нас все разные, как и люди все разные, они откликаются на разные подкормки. Поэтому если у вас какая-то одна, вторая, третья подкормка не помогла, то надо пробовать какие-то другие, потому что растения все разные и действия на них подкормки оказывают разные. Итак, подкормка называется костная мука. У меня тут это Organic Mix, но вы можете взять совершенно любую костную муку, потому что она продается для животных. Например, в зоомагазине она есть и в садовых магазинах она есть как элемент питания для растения. То есть вы видели, в ней 4% азота, 15% фосфора. Как раз именно фосфор влияет на корневую систему. Видите, он помогает укорениться. У нас также есть тут кальций, магний, сера, цинк, железо, бор, либден. То есть эта подкормка богата очень полезными веществами, которые стимулируют рост. Как корневой, так и зеленые массы, небольшую зеленую массу и цветоносы. Ну и для тех, кто использует органические удобрения. Также это удобрение вы можете сделать сами. Например, когда вы готовите рыбу, кости не выбрасываем, например, тот же хребет, а сушим его, а потом перемалываем муку. Получится вот такое же удобрение, как говорится, дешево и сердито. А можно купить за 250 рублей, как это сделала я, и уже не сушить рыбу. Потому что рыба такой продукт, который, мне кажется, стоит сейчас дороже, чем само удобрение. И удобнее всего использовать именно костную муку. Уже переработанную, потому что там уже проверена вся химическая формула, ее полный состав и то, что нет вредных веществ. А фосфорную муку, именно костную муку, вносят всегда в сухом виде. Это органическое удобрение, и органика очень долго разлагается в почве, поэтому ее вносят именно, смешивают с грунтом. И в течение примерно трех месяцев вот этот органический фосфор, он будет разлагаться. Обычно для усиления эффекта, чтобы костная мука быстрее разлагалась, добавляют М-препараты. Ну, такие вот с бактериями, либо какие-то гуматы, чтобы почва органика быстрее растворялась. Я потом еще как-нибудь в видео покажу, какие бывают М-препараты, какие используют и как не навредить растениям. Потому что, например, в огороде, вместо М-препаратов чаще используют дрожжи. Но если вы переборщите, например, с комнатными цветами органикой одна, вторая органика, то может забродить грунт. Поэтому с цветами, домашними цветами, надо быть осторожным. И поэтому для того, чтобы у нас органика хорошо усваивалась, мы добавляем гумат калия. Как раз у нас в костной муке нет калия, и мы добавляем пол чайной ложечки на один литр воды. Именно вот такого гумата. Если у вас какие-то другие гуматы, например, можно добавить биогумус. Гуматы есть гуми Кузнецова. То есть смотрите на дозировку всегда на препарате. Я уже говорила, что концентрация гуматова бывает разная у всех производителей. Например, у гуми Кузнецова надо 0,7 на литр воды. Если добавить больше, то можно сжечь корни. А вот, например, биогумус от силы жизни надо 5 мл на 1 литр воды. Поэтому всегда обращайте на дозировки того, с чего вы льете, что советует производитель. И обязательно костная мука 1 чайная ложечка это на 1 горшок. Если горшки у вас, например, совсем большие, вот у меня тут 2 литровые горшки, и я добавила 1 чайную ложечку костной муки. Если у вас, например, 10 литров горшок, то я рекомендую использовать 3 чайные ложечки, разместить на поверхности, хорошо закопать. И во время полива обязательно эта органика, она будет растворяться. Напомню, фосфор нам необходим для того, чтобы росла мощная корневая система. У замиокулькаса корневая система, как правило, состоит из клубней и корней. Но именно из клубней лезут новые листики, новые листья, новые ветки. И поэтому чем больше клубень, тем больше у вас будет новый лист. Вот смотрите, видите, вот этот замиокулькас, он у меня болел. Когда я его купила, он был больной, половина его клубнев просто вот разложилась, в кашу превратилась. И остальную часть я буквально спасала. И вот прошло уже полтора года после того, как куст был спасен. И смотрите, он постоянно, постоянно выдает новые веточки. Конечно, стимуляторов роста много, я уже о них говорила, и о любимых говорила, и о тех, которые действуют очень хорошо. Также я говорила о том, что некоторые растения по-разному откликаются на разные подкормки. Например, я заметила, что мой один замиокулькас, он вообще любит настойку из... Один из моих замиокулькасов любит настой из фисташек. То есть, благодаря после этого настой, он всегда выдает очень много листьев. Но другие замиокулькасы не делают так. То есть, например, еще один мой куст, он любит бонафорта, стимулятор роста. Он постоянно, вот этот черный куст, он любит бонафорта. Также ему нравятся органические удобрения, типа костной муки. То есть, он развлекается на этот. Зензи, он вообще тугодум, и в плане удобрениях он больше отдает предпочтение именно чистому фосфору, монокалию, фосфат. Ему нравятся янтарные кислоты, а также все препараты, которые содержат очень много фосфора. То есть, костная мука тому не исключение. Ну а про гумат, я уже говорила, это такое универсальное удобрение, которое должно быть абсолютно у всех дома для комнатных растений. Потому что оно делает плодородную почву, убирает как бы пестициды, ну то есть вредные вещества, которые накапливаются в почве. Он помогает им разлагаться быстрее. И за счет этого растение у вас лучше растет и питается, и вам не надо постоянно менять грунт. Вот, например, замиокулькасы, они любят частый пересад. Я заметила по своим замиокулькасам, что чем чаще их пересаживаешь, тем быстрее они набирают массу. То есть клубни. Особенно это видно по молодым замиокулькасам, когда они еще маленькие, например, растут в литровом горшке. И чем чаще раз в полгода меняешь им грунт, тем лучше они растут. Тем быстрее их клубневая система набирает корни. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok